здравствуйте дорогие друзья с вами укрлайф тиви и с нами сегодня на связи давид шарп известный военный аналитик эксперт давид здравствуйте здравствуйте мариф прошлый раз мы с вами когда обсуждали вопрос по харькову да то есть как там обстановка там много ли сил россии могут ли они там наступать там все приходили к мнению что но с такими силами это невозможно что смотреть что делается маленькими группами они все-таки продвинулись так далеко это что раздельдяйство с нашей стороны или что это такое почему так расслабились почему так допустили почему этих людей вовремя не вывезли как как вы думаете это раздельдяйство полнейшие давайте по порядку мы кстати с вами неоднократно же обсуждали возможность наступления российского в харьковской области но в основном мы говорили о возможности большого наступления которое может преследовать целью захват города или харькова или его окружении и приходили в общем так выводу что большой группировки которая могла бы быть даже подумать о таких целях и и там нет белгородской области чтобы это осуществить нужно создать огромную группировку но малые вспомогаем наступления второстепенного вспомогательного характера они никогда не исключались и вот то что произошло и происходит сейчас на мой взгляд это было было и является а вот чем она будет дальше являться это интересный вопрос вот тем самым вспомогательным отвлекающим наступлением в общем можно на основе того что мы знаем сейчас и в том числе опираясь на украинские источники мы знаем что противник действовал не какими-то огромными силами то есть задействованы были на двух участках границы на довольно обширных но и не каких-то гигантских условно назовем это один это волочанское направление на волчанск другое направление на липцы задействованы были силы в их батальон то есть до пяти батальонов в основном без техники хотя были там эпизоды когда и наступали с техникой в дальнейшем уже техника использовалась но наступление в основном велись пехотой на довольно широком участке да была поддержка артиллерии и авиации но полагаясь на источники которым я привык верить в украине доказавшие свою состоятельность но глядя там они по их сведениям не было настоящего шквала огня или авиационного такого массированного супер массированных ударов какие скажем были имеют место регулярно на других участках фронта значит тут можно сделать и выводы конкретные для того чтобы делать выводы окончательные конечно же важно знать детали я по своему опыту работы в этом деле понимаю что иногда знание какой-то детали переворачивает восприятие ситуации иногда даже смог до головы иногда кажется да как да что а потом есть кое-какие объяснения но в данном случае осторожно но можно сделать даже не торопясь и не пытаясь попасть просать можно сделать выводы что оборона оказалась на этом месте организована и реализована не должным образом это понятно это признают украинские источники это не то что вот такой результат когда российская армия с подобным нарядом сил продвинулась на дальность до засчитанные дни на глубину от 5 до 8 километров это то что есть в реальности захватила ряд на данный момент 10 12 населенных пунктов и вышла городу волчанск где идут бои это не тот результат которого ожидали снятие командующего сектором его замена очевидное подтверждение того что он не справился за своими задачами так считает его командование хотя естественно ответственность на этом лежит и на более высоком командовании которое должно было контролировать и держать руку на пульсе значит мы сегодня знаем что это не было следствием вот таких уж прямо объективных обстоятельств те кто должен был отбнёс ответственность за сектор обороны допустили серьезный просчет я это могу так сказать я говорю мягко в случае если бы это было с израилем я бы здесь я этические соображения меня удерживают я бы высказывался жестче где-то позиции оказались оставленными где-то не занятыми а позиции иногда удерживаться пустыми во избежание потерь однако к часу x они занимаются разведка украинская знала насколько мы можем судить это признано главным управлением разведки знала о том что готовится такого рода наступление поэтому в общем то мы снова и снова можем говорить о просчетах просчетах в том числе и глубоких и сегодня в режиме такого тушения пожара где-то идет идут ведутся попытки и купировать те негативные результаты которые уже имеются и главное предотвратить дальнейшее развитие ситуации я кстати я даже не очень уверен что российское командование рассчитывала на такой успех памби по меркам этой войны это с одной стороны небольшое продвижение но с другой стороны по меркам этой войны но достаточно значительно хотя один из захваченных пленных я много стараюсь все видеоматериалы видеть один из захваченных российских пленных говорил что у них был приказ за два дня захватить волчанск это конечно им не удалось с другой стороны я традиционно не доверяю пленным которые говорят на камеру потому что ну причины могут быть понятны если они в самом деле хотели взять волчанск за два за два дня то на лицо уж больно амбициозные цели которые они не реализовали тем не менее проблематично ситуации на лицо украинцы были вынуждены задействовать срочном порядке самые разные резервы то что силы специального назначения гур вынуждены были там оказаться как раз и говорит о пожарности ситуации и далее все упирается в то чьи резервы возьмут вверх что называется судя потому что произошло в первые дни у россиян не было там на месте в резервах значительных сил которые были бы введены и развили бы успех но возможно они постараются это логично его развить потому что захват территории и тем более расширение этого захвата это задача важная которая может принести ряд полезных для них результата в общем просчеты были налицо в подготовке к обороне и главная задача кроме всего этого купирования украинского командования извлечь уроки из случившегося чтобы подобные ситуации не повторялись на других участках границы и на других участках фронта одну а сейчас минимизировать ущерб так это все выглядит понятно дело в том что каждый маленький успех у врага да у них же поднимается моральный дух как у военных также внутри страны то есть ну тогда получается что и мобилизация у них может идти хорошо так как они продвигаются хорошо успехи есть на войне да вот ну как вот ну нельзя было этого допускать да ладно у нас каждый год и зима наступает неожиданно точно также неожиданно получилось вот здесь на на этом направлении неожиданности на самом деле не было разведка знала здесь были серьезные просчеты в подготовке к обороне надо называть своими именами да моральный успех важен для противника и наоборот моральная неудача это всегда удар по морали то что происходит это удар по морали украинцев и на фронте и в силу и это тоже нельзя недооценить да да ведь хорошо а что сейчас в израиле делается ну на военном плане в израиле как всегда все сложно и многогранно в израиле как как ни странно идет та самая операция в рафиахе которой мы с вами много говорили и которую всеми силами пытались не допустить соединенные штаты рафиах это самый южный город газы и последний главный оплот хамаса где его структура сохранилась где не было общевойсковой операции израильской и вот эта операция которая месяцами задерживалась она наконец-то началась и идет потихоньку причем идет она тихой сапой с информационным обеспечением что это все ограничено что все это потихонечку но продвижение обидит байдена чтобы не обещал бы скажем так максимально меньше били по рукам и и я на самом деле не уверен что это все будет доведено до конца из разного рода соображений в том числе если обмен заложниками сделка с хамасом станет снова на повестку дня это сделка априори подразумевает что боевые действия будут остановлены то есть но таковы условия если израиль готов менять заложников спасать заложников то хотя бы на долгое время а гречь идет как минимума первом этапе в шесть недель будет прекращение огня однако и так как хамас не сговорчив хамас чувствует запас прочности хамасу важно прекратить войну вообще а не какое-то временное прекращение огня ему важно сохранить свою структуру а для этого нужно прекратить войну хамас проявляет несговорчивость израиль наконец-то после многомесячного опоздания несмотря на серьезнейшее американское давление решился и потихоньку делая вид что ну я так говорю надеюсь что делаю вид я буду так говорить что это все ограничено потихоньку продвигается в рафехе все это медленно все это постепенно и вот это в общем-то главное событие здесь однако стоит дождаться до к чему это приведет я имею ввиду будет ли логическое военное и военно-политическое завершение либо эту операцию остановят где-то посередине ну а пока в израиль воскресенье прибавляет известный сторонник осторожной политики и политики деэскалации советник по национальной безопасности президента сша салливан прибыл приезжает как у нас подозревают хватать за руки и бить по рукам посмотрим что из этого будет но еще кроме того есть еще один такой небольшой военный момент но довольно важный израиль активизировал свои действия в северной части газы ту где большая войсковая операция прошла но естественно там оказались значительно это не добитых боевиков где нет полного контроля полного контроля израиль избегает на территории по разного рода соображениям то они поднимают голову их конечно меньше их потенциал ниже но там происходят прямо сейчас серьезная рейдовая операция до этого была еще одна которая завершилась и в том числе в рамках вот этой после рейдовой операции в лагере джибалия беженцев произошел очень трагический эпизод когда дружит для нас трагический эпизод когда дружественного огня погибло пять бойцов десантников еще были ранены и была допущена в общем-то грубая ошибка танкистами которые действовали с ними совместно и к сожалению это одна из это та цена которую приходится платить во время войны в том числе плоды ошибок и вообще дружественный огонь к сожалению это фактор от которого которого на самом деле не избежать да да ведь вот смотрите американцы ограничивают да и израиль и украину да то есть дают вооружение и в то же время вот туда не стреляй сюда не как в том фильме эй гражданин ты туда не ходи ты сюда ходи да вот это как в том фильме ну нельзя ли использовать систему путина как путин помните когда крыма не захватили зеленые человечки он что то нас там не было нас там нет да то есть ну точно так же там попали туда это мы случайно попали там еще что-нибудь придумывать или уже это делается как вы думаете к сожалению такого рода сестра к сожалению или к счастью тут по-разному можно на это смотреть подобного рода подход союзниками от которого или назовем это партнерами потому что иногда даже не хочется говорить слово союзник с партнерами от которых ты сильно зависишь если мы говорим украине израиля и украина израиль сильно зависят от соединенных штатов а в каких-то вопросах очень сильно зависит значит попытка играться в игры союзниками конечно может разик что-то и удастся но скрыть информацию реально обвести партнера вокруг пальца не удастся я сейчас не говорю о том этично это или нет хорошо ли это нет я говорю чем губа практический подход так вот если еще и выяснится что ты поступаешь вопреки но мало этого пытаешься примитивно и откровенно обмануть а это выяснится несомненно поверьте мне сегодня условия таковы что сложно обманывать так вот это принесет дополнительный негативный результат очень серьезный может быть даже очень серьезный вопрос в каком вопросе ты обманешь своего партнера да если это для них кардинально важно последствия может быть могут быть ужасающими прямом смысле слова значит поэтому если уж не хочешь действовать по американским правилам то лучше не обманывать а лучше скажем так действовать делать делать это открыто ну или скажем так не демонстративно но обман в итоге все равно всплывет и последствия будут только хуже а вот если ты действуешь открыто или открыто но демонстративно и потихоньку то по крайней мере они более-менее понимают что происходит и ты уже сам решаешь иду ли я на некий риск последствий когда соединенные штаты ведь могут собственно предпринять шаги которые дадут последствия негативные так вот готов ли я рисковать последствиями ради некого важное решение некой важной для нашей безопасности проблемы я тут говорю это израиль и украина сталкиваются с такого рода подхода и если готовы идти на риск вот здесь очень важно просчитать что американцы сделают и на что решаться если ты вопреки их что называется воле пойдешь вот тут важно чтобы это не было сюрпризом что мы вот так вот без бухты-барахты а мы плюем на американца а потом вдруг удивлением обнаружу что они тебе что-то блокируют или действуют так как ты этого не ожидал значит нужно все просчитать и если ты готов стерпеть то что будет значит действует так как так как нужно как говорится поступай как необходимо и будь что будет но будь что будет это не совсем правильно во многих случаях нужно просчитывать ходы и партнеров и союзников тоже иначе это будь что будет может оказаться с худшим эффектом чем та польза которую принесли какие-то шаги дело в том что смотрите англичане уже дали добро да вот чтобы использовать их оружие можно и на территории россии блинкин был в киеве и и мягенько так намекнул что это на усмотрение уже украины да вот как бы будет использоваться уже как то вот были такие разговоры это все таки я я думаю что идет все к тому же не недалеко вот в будущем все таки они дадут добро на это все таки это война да и вот смотрите визит путина в китае и его очень пышно встретили он с собой взял чуть ли не 50 человек там из кабинета министров там бизнесменов олигархов там группа делегация очень солидно да то есть это это доказывать еще раз что китай россию сдавать не собирается то есть все таки он дальше будет помогать россии и военном плане и экономическом плане он от россии отказываться не будет связи с этим может американцы и наши союзники более активно будут уже помогать украины тут вы сразу несколько тем важных очень затронули по поводу разрешений на удары я не могу не коснуться этого чуть подробнее во первых министр иностранных дел британии вроде бы был достаточно однозначен в своем правда потом последовало заявление министра обороны великобритании которая несколько бросила тень на то что сказал министр иностранных дел я бы я бы в данном случае с британцами я бы сказал так если верить тому что сказал камерон так и буквально это воспринимать что прямо всеми видами оружия британского можно бить по военным объектам на российской территории то я ожидаю некого практического результата если это разрешение в самом деле так звучит и так она на самом деле то тогда ракета storm shadow попавшая в какой-нибудь объект на российской территории собственно российская не в крыму российской территории даст четкий ответ на то да или нет а вот если долго мы не увидим ракеты storm shadow на российской территории другое дело что мы можем она может быть но мы ее не увидим да если украина не афиширует россияне не признают она может попала никто об этом не узнал да но вот если мы увидим это будет подтверждением что да а вот если мы долго не увидим при свидетельстве применения storm shadow по российской территории так у меня подозрение что все-таки нет то есть видимо либо да что то может быть использовано например снаряды ствольной артиллерии самоходные орудия английского производства а вот storm shadow нет вот такие вот детали но дьявол всегда в детали касательно американцев блинкен был довольно уклончив это само по себе шаг вперед какой-то по сравнению с твердым нет это немного странной можно воспринять это как какой-то шаг вперед мол украине самой решать но тут знаете украине самой решать это может и как в известном вопросе кошелек или жизнь до тебе решает жизнь или кошелек так вот если тайне американцы говорят вам решать но вас ждут от нас какие-то последствия это не совсем было бы корректно говорить что украине решать потому что я уверен что украина если бы разрешение было украина бы решала очень в понятном направлении когда нет каких-то угроз санкций возможно и с американцами есть какой-то сдвиг который например говорит о том что опять-таки артиллерию я возможно говорю артиллерию применять можно а так им нельзя или даже хаймерс нельзя но какой-то сдвиг и даже сдвиг на слове одном уровне это уже важно я думаю что американцам по поводу из-за вот этой уклончивости блинкина будут еще задавать неоднократно вопросы официальная миду на пресс-конференциях будут какие-то сливы в сми ведущие американские что это обозначает том числе и британцам так что надеюсь мы узнаем а ответом самым лучшим на вопрос может быть применение чего-то на российской территории тогда мы понимаем что хотя бы вот это применять можно касательно китая ситуация сложная и простая одновременно китай как и любая другая страна и китай особенно преследует собственные интересы стратегические по поводу как они должны выглядеть даже среди специалистов по китаю есть иногда разногласия что впрочем не удивительно однако если упрощенно посмотреть на ситуацию то китаю выгодно то что россия от него зависимо что россия поставляет ему массу дешевых ресурсов зависит в какой-то мере зависимо политически более того россия стала большим рынком для китая потому что она нуждается продукции двойного назначения и разного рода обычной продукции которую россии для которой санкции перебили для россии это раз это важно это чисто экономический момент чисто политический кроме того китаю важно чтобы запад отвлекался данный момент на россию как на первостепенную угрозу и зло они на китай потому что по большому то счету когда ситуация тихая мирная все прекрасно понимают что китай это главная потенциальная угроза миру и западу не украине естественно а вот западу и соединенным штатам и конкретно на дальнем востоке и китаю было бы очень много вопросов если бы не отвлекались на россии то есть поэтому поражение россии вот такое явное поражение россии или какая-то капитуляция китаю выглядит невыгодной выгодна ему нынешняя ситуация в заметной степени однако вот когда я же говорю тут и россия зависимый рынок сбыта и рынок поста и поставляет массу дешевых энергоносителей и запад на китай мало обратить внимание обращать более того запад вынужден в какой-то мере и угрожая китаю перед ним заискивать то есть предлагаем у какие-то пряники за то чтобы китай вел себя правильнее правильнее в ситуации с россией украины в общем у китая все карты на руках запас прочности и вряд ли стоит считать что они изменят политику кардинальным образом а это подразумевает заметную поддержку россии вот этим вот в первую очередь поставками по серой схеме и по серым схемам подпиткой российской экономики за счет массовой скупки энергоносителей но все же все же для россии вообще это просто важнейшая опора тут даже не о чем говорить это китай для них это почти все вот так вот буквальном смысле потому что если предположить что китай бы на них махнул рукой у россии было бы совсем плохо во всех отношениях но у запада несмотря на вот это понимание что у китая такие вот интересы все равно есть рычаги воздействия том числе довольно тонкие и кое-какие из них влияют например китайские банки которые имеют дело с западными странами вдруг оказались перед риском санкций серьезные столкнулись и вынуждены были создать проблемы при проходе платежей в россию для сделать между странами это оказалось достаточно серьезной проблемой то есть запад может давить и на китай как на центрально как на руководство китайское конкретно так и создавать угрозу для китайского бизнеса и собственно китайской экономики важно понимать что несмотря на значение российского рынка для китая и значение россии как поставщика энергоносителей главный рынок китая это страды запада именно туда он продает свою продукцию именно оттуда он получает технологии именно оттуда могут прийти инвестиции основные и там бы он бы тоже был не против кое-где закрепиться запад это его главный партнер не только потенциальный противник поэтому есть рычаги их нужно вычислять что именно правильно применить и применять их неотложно интенсивно и это повлияет на ход войны я имею ввиду повлияет на россию со знаком минус бездействовать здесь ни в коем случае нельзя ну конечно запад это главные партнер китай потому что все-таки миллиард почти миллиард населения если брать европу и северную америку да там это сша и канада ну а что россия там 140 миллионов и и все то есть если по населению это огромное способности конечно дело даже не только в населении в африке населения тоже много однако запад это покупательная способность это мастер и технологии да и это технологии которые собственно в китай так или иначе переходят то по большому счету не по большому по единственному счету запад собственно китай взрастил и вскормил благодаря политике глобализации это было кстати огромная стратегическая ошибка запада по сути американцев они это сделали а сегодня рвут сегодня рвут на себе волосы и говорят о мощнейшем стратегическом противнике потенциальном как которого китай превратился собственно по их вине заметности да ну китай до сих пор же войну не называет войной а это конфликт просто украине так называет и и все ну а когда ему говорят что не помогите не помогайте россии там технологии там запчастями всеми тему ну тогда говорят давайте украине не будем помогать да то есть над дроны которые изготавливаются украине тоже запчасти все идут комплектующие идут из китая если так разобраться во многих случаях да очень да и я скажу более даже израиль недавно вынужден был закупить израиль коммерческие дроны китайские для использования военных целях зависимость мировой экономики и конкретных отраслей от китая очень велика очень поэты во многом поэтому но вспомните ситуацию во время к вида да когда вдруг маски оказалось что почти некому в мире производить маски впрочем изменилась к лучшему но все перепроизводство много чего в заметной степени перенесено в китай и вдруг оказывается что без китая очень сложно и у китая тоже есть рычаги влияния на мировую экономику и ситуацию в странах запада тем более что в странах запада демократических странах политики крайне заботятся о экономических показателях и возможности быть переизбранными и если даже какой-то небольшой удар по уровню жизни происходит западной стране это может плачевно сказаться на чьей-то политической карьере и поэтому лучше китай не давить хотя это цель очень важная помочь украине и остановить россию цель очень важно но как же цель очень важно когда вдруг у нас чего-то тут подорожают а выборы на носу я сейчас упрощенно говорю вот вам и такие вот вами такие расчеты они всегда к сожалению действуют очень много упирается в интересы иногда в политические интересы конкретных лиц да давайте перенесемся европу вчера случилось я не знаю даже как назвать ну покушение на офису и премьер-министра словакии да ну просто ужасно вот как охрана просто вот ну безалаберны какие-то блин ну как можно было допустить человек 71 год он просто в упор расстрелял премьер-министра страны да то есть это первого человека страны и ну сейчас тяжелом состоянии да то есть ну как в европе ну и получается что в мире вообще там творится непонятно что смотрите покушение на принца это саудовской аравии да было потом обнаружили то есть покушение на зеленского да то есть готовилась и тут этот покушение на пиццу ну что творится вообще тут в мире в мире творятся интересные вещи иногда со знаком минус но понятно что охрана я эпизод видел только в одном ракурсе сняты охрана в общем-то сплоховала но с другой стороны надо сказать что с другой стороны даже если бы она действовала лучше если в 71 год такие стрелки из пистолета которые могут дать фору любой охране правда далеко не факт что это было именно он сложно если политик общается с людьми вот так вот вплотную а у людей может быть оружие то покушение избежать может быть сложно даже если охрана действует квалифицированно если конечно нет каких-то какого-то оцепления обыска и так далее потому что если человек с пистолетом хорошо владеющий оружием приблизиться на несколько метров приближается к своей цели и при этом по факту по объективным обстоятельствам все может решить только либо только реакция тех кто уже на происходящее то скорее всего он успеет выстрелить тем более если он это умеет просчеты на лицо то тут важно понимать словакия страна дав словакии свои политические противостояния свои проблемы но в целом словакия тихая страна спокойно где ничего подобного не было близко и в общем то это можно сказать большинстве стран европы сравнивать ситуацию в словакии или где-нибудь ну я не знаю неважно даже в бельгии но в бельгии может неправильно присутствовать из ситуации на ближнем востоке где на кого-то совершается покушение или с воюющей страной как украина это было бы неправильно потому что воюющая страна или ближневосточная страна угрозы совершенно иные по объективным обстоятельствам на ближнем востоке покушение перевороты аресты революции это вообще обычная практика и соответствующие меры принимаются кстати по поводу охраны убийства лидеров свое время девяносто пятом году из-за в том числе из-за вопиющего просчета охраны был убит премьер-министр израиля исхак рабин на площади и сегодня например и сегодня премьер-министр израиля и президент израиля гораздо более тщательно охраняемы чем в те времена охраняемый больше они из-за террористических угроз естественно но из-за возможности теоретически покушения то есть смысл всегда такой что пока ничего подобного не было отношения было соответствующими меры безопасности тоже сегодня я могу предположить что в словаке после случившегося будет подход как ранее лидерах будет совсем иной они такой как сейчас когда человек спокойно подходит к толпе толпа естественно никем не проверялась и вот тебе пожалуйста но и охранники будут действовать бдительнее иначе и посланы на курсы повышения квалификации думаю что это же и произойдет во многих других странах потому что это как гром среди ясного неба я пытаюсь припомнить когда были реальные серьезные покушения в европе мне вспоминаются случаи с уловом пальме многие в швеции да да многие десятилетия назад ну и если говорим о демократических странах то вот вам исхак рабин в израиле в девяносто пятом году а так где оно было ну кеннеди это уж времена давно минувший восточные страны и воюющие оставим стороне но это событие я думаю ол заставит многие спецслужбы занимающиеся охраной лидеров проснуться и поменять методы подхода в целом методы подхода к охране вип-персон я между политиков в целом же в мире ситуация напряженная идет большая война в европе угроза большой войны терроризм есть разного рода исламистские организации действующие есть иран который не гнушается террористической деятельности за рубежом в том числе в европе так что есть с кем бороться есть кого бояться тут нет никаких сомнений и последний вопрос давайте вернемся в украине что на донбассе сейчас по вашему наблюдению что делается салютно такая банальная банальная фраза что ситуация тяжелая последние как раз неделю внимание оказалось в основном переключено на харьковщину я имею до харьковщину на новый участок фронта потому что купинск например это тоже харьковщина и харьковская область и вот том самом участке которым лично у меня были наибольшее опасения развития ситуации в негативном направлении меду продвижение западнее авдеевки в районе очередь на где россия продвинулась и вот лично у меня были опасения наиболее серьезные там насколько можно судить и я буду осторожен ситуация довольно стабилизировалась то есть смысл происходящего такой что на ряде участка в том числе это и часом яр это очередь на это покровское направление то что называется и кураковская и на юге в районе работина россия продолжает атаковать владеет инициативой но не добилась за последнюю неделю серьезных успехов однако кое-где было и продвижение идут упорные бои и украинцы все больше и больше с каждым днем получают возможность пользоваться плодами американской помощи утвержденной уже текущей в украину полная я бы так сказал максимализация эффекта от американской помощи займет время это займет x недель насколько я понимаю но она уже поступает и она приносит эффект с первого момента и до сих пор этот эффект будет нарастать однако он не отменяет необходимости правильно планировать готовится к обороне заранее готовить войска то есть приводить их боевую готовность и ряд других действий связанных с использованием вооружения поступающего правильной тактики планирования это уже в руках украинского командования и политического руководства ну что же давид спасибо что сегодня были с нами дорогие друзья сегодня с нами был давид шар хочу попросить вас что у давида шарпа есть свой youtube канал каждый раз я это повторяю пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки и помогите нам продвижение спасибо давид еще раз и до скорой встречи спасибо мариев как всегда было продуктивно и побольше хороших новостей всем зрителям